всем привет с вами елена вивас из аргентины и я продолжаю путешествовать по самому теплому региону аргентины сейчас я нахожусь провинции кориентес это зона куда я приехала зона самых больших болот на территории всей южной америки я попала вот в такую волну холода и моя главная цель этого путешествия конечно же наблюдение за экзотическими тропическими животными птицами кстати вот если прислушаться здесь такие птички поют и сейчас в связи с этим холодом возможно они все попрятались но уже по дороге сюда а я видела местных крокодилов видела очень много красивых экзотических птичек здесь я нахожусь на территории национального парка эстерас де ибера здесь я буду находиться несколько дней и соберу вот материал для этого видео на основе нескольких дней моего пребывания так что оставайтесь до конца видео посмотрим что мне удастся здесь увидеть в эти дни сейчас я нахожусь такая вот лавочка на смотровой площадке у меня под ногами болото со всех сторон болото тут сюда надо кстати тоже в камеру наблюдать что там сзади не крокодил не анаконда не подползли и не сожрали меня правда мне говорят что те типы крокодилов которые здесь обитают они на людей не нападают даже я даже не про людей спрашивала я спрашивала про коров потому что там где мы увидели как крокодила абсолютно впритык к этой кто реке на которой он был подходили поля на которых огромнейшее количество коров послось и вот я спросила у гида с которым я сюда ехала они на нападают ли крокодилы на коров он мне сказал нет ни на коров ни на людей не даже на копибар местные крокодилы не нападают потому что им просто лень они питаются более мелкой добычей в основном рыбой так что не знаю чем все это мое приключение закончится самое главное ночью не замерзнуть эстерас де либера это огромные водно-болотные угодья площадью порядка 12 тысяч квадратных километров со своими уникальными субтропическими и тропическими экосистемами но чтобы добраться сюда мне пришлось 300 километров проехать по вот такой вот раздолбанной глинистой дороге которую по дождю очень сильно размывает но путешествие того стоило на полпути дороги мы заехали в школу для детей гаучо с окрестных ранчо в которой учатся всего пять учеников и завезли им продукты ибо коммуникация с внешним миром для них тоже сильно затруднена учительница школы со своими двумя детьми также живет в этом же здании вот такой вот свой закрытый мир в глубинке аргентины и вот мы подъехали к посаде где я проведу ближайшие четыре дня посада себя позиционирует как экологическое все сделано из местных материалов никакой химии мой номер называется федераль давайте посмотрим какие здесь номера двойная дверь вторая сетка и от комаров очень просторный номер большая кровать две односпальные кровати все из дерева сделано дополнительные одеяло немножко местного декора колорита и очень высокие потолки чтобы не было летом жарко и тут же только вышла на крыльцо и сразу погружаешься в природу тропических джунглей на территории посады за домиками сохранены уголки джунглей чтобы в течение всего дня можно было наслаждаться птением птиц и посмотрите сколько красивых бромелиевых поселилась на ветках деревьев просто вот сразу с порога домика и попадаешь в красивые джунгли это кстати гнездо птицы и еще немножко территории нашего если так можно выразиться отеля ну правильно здесь это называется посада много мест где можно отдохнуть полежать на лежаках летом когда тепло покупаться в этом бассейне а пока здесь больше местные птички купаются в этом бассейне в первый день мы с гидом объездили пять или шесть смотровых площадок которые вот здесь так красиво оборудованы и с этих площадок мы наслаждались красивыми панорамными видами на зимние пейзажи и бера кстати зима это высокий сезон для посещения этих мест так как нет жары и комаров которые летом этот рай превращают в ад туристический сезон здесь все равно круглый год поскольку зимой это местные туристы а летом покормить местных комаров приезжают в основном туристы из соединенных штатов и чтобы поближе познакомиться с водным миром лагуны и бера мы с нашим гидом эсекель отправляемся на водную экскурсию как только на катере мы зашли в рукава лагуны и бера на берегу нас поджидало огромное количество животных создалось такое впечатление что они специально вышли на берег чтобы показать себя это самая большая в мире морская свинка капибара птичий мир эстерас дель и бера насчитывает около 500 видов от крохотных калибри до самых крупных цапель южной америки которых мы увидим в этом путешествии птичий мир здесь представлен на всех уровнях это и болотные птицы и те которые предпочитают жить на ветках кустарников или парить в небесах а также есть и любители кататься на спинах у капибар или у крокодилов это кстати зимородок а вот собственно и основные герои этого путешествия ради которых я сюда и отправилась черный кайман жакаре эндемик субтропических и тропических регионов южной америки его длина может достигать трех метров сильная броня на спине черная или очень темно оливковая окраска нежная петтистая кожа на боках или у молодых особей сделали этот вид аллигаторов давними фаворитами обувной промышленности но благодаря вмешательству экологов и введенные меры защиты позволили восстановить популяцию этого вида ареал обитания черного каймана достаточно ограничены это самые большие водно-болотистые угодья южной америки пантаналь и прилегающие к ним эстерос де либера на территории аргентины кстати самая большая популяция на сегодня находится именно на территории аргентины в провинции кориент из где я и путешествовала в эти дни и здесь их насчитывается порядка 20000 черный кайман обычно достигает двух с половиной метров но иногда встречаются и более крупные экземпляры у него длинная и узкая морда и даже с закрытой пастью можно увидеть несколько торчащих из нее зубов черный кайман на сто процентов плотоядин но туристами он не питается его рацион составляют различные улитки моллюски ракообразная а также рыба иногда может перекусить детенышами капибары но взрослых особей не трогает поэтому вот так они спокойно и сидят здесь на берегу черный кайман является главным хищником для рыбы бампрена очень похожи на пираний как внешне так и по своим повадкам это вот нас кстати капибара догоняет в воде капибара еще один из главных героев этого моего путешествия в ибера капибара это вода свинка и самый крупный грызун на нашей планете другими словами самая большая крыса на земле длина тела капибара это обычно от метра до полутора высота в холке до 60 сантиметров и весят до 60 килограмм такой хороший молодой кабанчик по размерам с очень грузным телом обитают они обычно по берегам водоемов и питаются по большей части водными растениями и здесь же рядышком как видите за ними спокойно наблюдают как кайманы и даже не пытаются напасть и сама капибара тоже чувствует себя достаточно спокойно если говорить в общем о флоре и фауне ибера они уникальны благодаря своей изоляции а труднодоступность для главного хищника человека помогло сохранению здесь большой популяции животных хотя некоторые виды все же были истреблены браконьерами и благодаря созданию на некоторых участках национального парка идут работы по восстановлению истребленных популяций ягуаров гигантского муравьеда топира ошейникового пекаря бразильской выдры и других животных а это самая крупная цапля южной америки так она и называется южно-американская цапля лагуна ибера сформировалась в результате движения тектонических плит ранее это было русло реки парана которая в результате смещения этих самых плит поменяла направление своего течения сегодня ближайшее расстояние между лагуной ибера и рекой парана 90 километров лагуна не питается водами параны а только подземными водами и дождевыми осадками пик которых приходится на весну и осень поэтому и уровень воды в лагуне колеблется в зависимости от сезона впервые испанцы побывали в этих местах в 16 веке но из-за трудности доступа к болотам большого количества комаров поселение в этом районе они не создавали ближайшие были это редукции иезуитских миссий которые мы с вами посетили в предыдущем видео кто не видел смотрите это кстати мартин пескадор и эти редукции находились в нескольких стах километрах от этих мест на протяжении 18 и 19 веков ибера оставались еще в целом свободными от стабильных поселений хотя этот регион был убежищем для преступников и источником средств к существованию для охотников и рыбаков первое научное исследование природных богатств этого района было проведено французским натуралистом альсидом арбини посетившим этот район в конце 1820-х годов в рамках экспедиции в южную америку по заказу музея естественной истории в париже среди семи томов его путешествия по меридиану америки есть первые системные наблюдения за за экосистемой иберы нестабильная региональная политическая ситуация и нехватка ресурсов задержали интерес к этим местам практически до 1930-х годов когда недавно созданная администрация национальных парков аргентины представила конгрессу первый проект создание национального парка ибера результат переговоров с правительством провинции но создание природоохранных территорий постоянно тормозилась доходило до того что в 70-е годы здесь начали развивать плантации по выращиванию риса и для этих целей строились каналы для отвода рек следы этих каналов и фабрики по переработке риса до сих пор можно встретить в районе ибера это кстати нам посчастливилось увидеть очень редкий вид черного орла сидел никуда не улетал демонстрировал нам свою красоту и только в 1983 году правительство провинции кариентес объявила о создании заповедника ибера с целью сохранения а самое главное восстановление уничтоженных уникальных экзотических местных видов и для развития туризма в регионе очень большие усилия предпринимаются в борьбе с браконьерством но серьезные экономические проблемы в аргентине в последние 20 лет провоцируют браконьеров я когда готовилась к этой поездке встречала новости о том что в прошлом году были зафиксированы случаи убийства ягуаров а самая печальная новость которую я нашла это то что до сих пор в бенес-айресе есть магазины где можно купить пальто из шкуры ягуара и других уникальных и диких животных аргентины понятно что эти магазины действуют нелегально но меня больше всего удивило а куда люди которые покупают эти наряды если так можно выразиться из шкур диких животных где они в них могут сегодня появиться когда всему миру известно что ягуар это очень-очень редкий охраняемый вид животных в принципе вообще сегодня во всем мире камель это не камельфо носить шубы из натурального меха но вот такая она реальная жизнь люди умоляю вас не покупайте шубы пальто не знаю там шапки шарфы и сумки из кож и шкур диких животных не будьте сами дикарями любите природу мать вашу это красавица на берегу южноамериканская цапля которая среди всех видов цапель является самым крупным экземпляром все это путешествие нас кстати преследовала удача в плане созерцания диких животных и даже редких видов особенно птиц но также к нам навстречу вышел редкий вид болотного оленя чтобы продемонстрировать свою красоту олени они очень пугливые это редкая удача увидеть его так близко еще чтобы он долго смотрел на нас и не убегал болотная лень населяет берега рек озер лагун с густыми зарослями камыша которым он по большому счету и питается в основном такие жизненные пространства расположены на севере аргентине и в пантанале это болотистые угодья на территории бразилии парагвая и боливии где обитает примерно три четверти его популяции в уругвай этот вид оленя был полностью уничтожен и на сегодняшний день он во всем мире квалифицируется как находящийся под угрозой исчезновения еще один очень красивый вид цапли мраморная тигровая цапля или мраморная тигровая вы питается в основном рыбой ракообразными различными жучками личинками стрекозами и кузнечиками охотится в основном в одиночку а иногда еще наблюдает за туристами и и и и парочка хохлаты паламидеи кстати эти птички заводят пары один раз и на всю жизнь молодой кайман греется на солнышке совсем еще маленький и и и и и и и и и очень красивая и яркая птичка федераль но к сожалению было так далеко что я не смогла приблизить ее чтобы показать вам всю ее красоту и 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 Очень громкие и шумливые, постоянно кричат. После обеда мы отправились на экскурсию в настоящие джунгли, для того, чтобы понаблюдать за самым крупным экземпляром обезьян на территории Аргентины. Обезьян нам так и не удалось увидеть. Но зато мы насладились прогулкой по настоящей тропической сельве. В кустах спряталось семейство еще одного вида оленей, обитающих выбера. Это уже лесные олени. А вот он, закон джунглей в действии. Смотрите, как фикус задушил дерево и вырос на его стволе. Но, несмотря на то, что это дерево поваленное, одна из его веток устремилась вверх и до сих пор зеленая. Очень много вот такого вот лишайника, который свисает с ветвей деревьев. Прям целые бороды на деревьях. И, конечно же, мои любимые капибары. Их здесь такое огромное количество, что все дорожки практически усыпаны слоем из их фекалий. Вскоре нас накрыл нудный тропический дождь. Ну, а как же дождевые джунгли и без дождя. Но это не помешало нам наблюдать за животными. Вот еще один представитель семейства оленей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поплавать между крокодилами. Мечты должны сбываться. Экскурсия на каяке по своим ощущениям очень сильно отличается от экскурсии на лодке. Потому что все-таки в лодке высокие бортики и вы себя чувствуете более защищенным. А на каяке это вы практически, извиняюсь, как задницей по воде передвигаетесь, погружаясь полностью в этот мир, водный мир, болот и оставаясь наедине с природой абсолютно незащищенным. Вы часть этой природы. А в этих зарослях кувшинок нас поджидала целая стая черных кайманов. Вот так вот сидишь на этом каяке практически задницей по воде и вокруг тебя невероятное количество кайманов. Правда, при нашем приближении многие из них ушли на дно, практически просто погрузились под наш каяк. И только один остался на поверхности, оставил свой нос на поверхности, чтобы наблюдать за нами. Невероятное ощущение остаться один на один среди крокодилов. Постоянно гребя веслом, много, конечно, во время такой экскурсии не заснять. Поэтому с этого дня у меня совсем немножко видео и не очень хорошего качества, но здесь все-таки главное было остаться наедине с природой. А конечной целью нашего путешествия в этот день была возможность увидеть вот это вот огромное семейство капибаров. Поскольку капибары, они обычно живут группами по 10, по 20 особей. Когда мы в первый день плавали на лодке среди больших зарослей камыша, их там просто трудно было увидеть в большом количестве. А здесь капибары находятся как бы вот на таком небольшом островке, где очень мало камыша. И поэтому увидеть можно было все это семейство в полном составе. И взрослые особи, и детки. Кстати, всегда в таких группах есть только один доминирующий самец, несколько взрослых самок, детеныши и несколько самцов в подчинении главного самца. И вот эти, которые в подчинении, они обычно на периферии, на некотором расстоянии обитают. Поэтому для таких вот групп капибар и нужны достаточно большие территории. И вот мы к ним подобрались поближе, они тоже за нами наблюдают. Это они не позируют, а они наблюдают за нами и вымеряют своим глазомером расстояние для нас. Безопасно ли им? В случае чего они сразу будут убегать. И это была моя лучшая экскурсия, о которой я мечтала очень много лет. Но мечты должны сбываться. Спасибо. Спасибо. Следующая наша экскурсия состоялась именно на территорию национального парка Эстерас-дель-Ибера, то есть предыдущие дни мы были просто на природной территории, которая называется Эстерас-дель-Ибера, и на этой территории есть несколько точек со статусом национального парка, и вот в этот национальный парк мы и попали. Здесь мы наблюдали огромнейшее количество оленей, но была, как видите, достаточно дождливая пасмурная погода, много не наснимаешь, но некоторые кадры, некоторыми кадрами я хочу с вами поделиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 пусть и другие тоже немного насладятся прекрасной природой Аргентины. Всем пока-пока! С вами была ваша Елена Вивас. И до новых встреч на моем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok